Скажем, слава нашему Господу, что Он дает нам возможность вместе с вами иметь это общение, порассуждать о Слове Божьем и в таком его аспекте, как воспитание детей. И я однажды говорил, что заглянул в словарь Ожогова, и там это понятие определено так, что это систематическое воздействие на кого-либо с целью придания определенных качеств. То есть систематическое воздействие с целью придания определенных качеств. И вы знаете, что Слово Божие и сам Бог говорит нам такие слова, что среди всего населения этого земного шара, мы видим, Он избирает особенных людей. И не то, что они особенные, что обладают какими-то способностями, но Он выбирает из этих людей тех, которые будут послушны Ему, и Он будет своей силой, своим словом, своим духом пребывать с ними и благословлять жизненный путь этих людей на этой земле и в вечности. И мы видим, что на примере Авраама, Бог является Аврааму и заключает с ним завет. И Он говорит, что и с твоим потомством заключает завет, что вы будете владеть этой землею, ты же соблюди завет мой и потомство твое. Смотрите, уже речь идет о передаче. Соблюди ты и соблюди, и чтобы твое потомство тоже соблюло вот этот завет. Соблюдало этот завет. И мы видим, что и далее 77-й псалом очень часто читается на благословение детей. И мы читаем здесь такие слова, 77-й псалом, с 4-го стиха. «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их». Смотрите, это заповедь Божия, возвещать уставы Божии, чтобы отцы возвещали, уставы Божии возвещали детям. Потому что план Бога таков, что Он не хочет, чтобы только, например, одна семья спаслась или одна нация спаслась. Бог хочет спасти всех людей, которые откликнутся на Его Слово. И здесь Он дает такую заповедь, чтобы возвещать те, которые знают и приняли, чтобы они могли передавать. И прежде всего здесь написано «детям». Прежде всего «детям». И у Бога была задача в Ветхом Завете сделать особенный народ, чтобы этот народ был таким народом-миссионером. И Он этот народ насадил на таком положении земли, что через этот народ проходили два основных торговых путя. И по этим путям люди шли с севера на юг, да, там и на восток уходили. И мы видим, что вот на перекрестке вот этих торговых путей Бог насадил особенный народ, чтобы этот народ мог быть этим светильником. И вот народ израильский, он тоже имел предназначение быть светом для этого мира. Быть народом, который поклоняется живому Богу. Не каким-то идолам, а Богу, сотворившему небо и землю. Друзья, и сегодня мы видим, что Ветхий Завет говорит о воспитании детей, о передаче этого закона на учение, наставление. Мы видим, что и Новый Завет, послание к Ефесянам, 6 глава, 4 стих. Апостол Павел говорит такие слова. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Я думаю, этого достаточно, этих мест Священного Писания, чтобы мы могли увидеть, что Бог дает это, так скажем, повеление родителям. В 77-м псалме кто должен передавать? Кто внимательно слушал? Отцы. В Ефесянам, 6-4, кто должен передавать? Отцы. Смотрите, да? Ну, почему отцы, понятно. Главы семейств. Главы семейств и, значит, глава семейства, он же законодатель в своей семье. Вы знаете, если уже говорить об отцах. Это были законодатели, которые могли поставить любой закон. И этот закон семья должна была исполнять. Вспомните риховитов. Отец дал такое повеление. Вина не пить, огороды не садить, да? Землю не возделывать, но жить в шатрах и, так скажем, пасти скот. И Иеремия призывает этих риховитов поговорить с ними. Наливает им вина. Они говорят, мы вина пить не будем. Он говорит, почему нам отец заповедал. Смотрите, что значит отец в семействе раньше. Вы знаете, может быть, сейчас во времена, в наши времена, отцы, может быть, ну, или, может быть, не хотят на себя такую роль взваливать, да, бремя. Но, может быть, не такие уж и, как бы, не такое уж и положение. Но вот в Ветхом Завете отец это был все. Это был царь в семье. Это был священник в семье. Это был законодатель в семье. Это был судья в семье. То есть, такими полномочиями обладал отец. И мы видим, что такая заповедь дана отцам, чтобы передавать закон Божий. Ну, все остальные, обижайтесь. Для вас у меня тоже есть место священного писания. Все мы прекрасно знаем о таком хорошем мужем Божьем, Тимофее. Так вот, его воспитывал не папа и не дедушка, а его воспитывала бабушка и мама. Ну, так скажем, может быть, я не точно сказал, что воспитывала. Но передали веру, которую они имели, это бабушка и мама. И мы об этом читаем второе послание Тимофея. Первая глава, пятый стих. Апостол Павел говорит. «Приводя на память нелицемерную веру Твою, которая прежде обитала в бабке Твоей Лаиде и матери Твоей Евнике, уверен, что она и в Тебе». И вы знаете, у Тимофея кто отец был? Елен. Грек. Греки очень умные люди. Значит, в то время это был, значит, основной язык был греческий, культура в основном, так скажем, она от греков шла. И поэтому греки это были такой народ, который, ну, действительно, культурные, просвещенные. Вот. И поэтому, имея такого папу, имея такого папу, может быть, даже гностика, да, вот, которые такие, у них конкретные понятия, материальные. Вот. Но мы видим, что его жена была иудеянка, уверовавшая, и она смогла передать ту веру, которую она получила от своей мамы, она могла передать ее своему сыну. Это, может быть, я сказал, для тех семей, которые, может быть, одна половина верующая, другая неверующая. Чтобы вы не смущались, то Бог силен. Бог силен. Если папа не воспитывает в учении наставления Господня, потому что он еще сам не наставлен в этом учении, то если есть мама, наставленная в учении наставления Господня, то Бог и через маму совершает свое дело в детях, насаждая это Слово Божие и даруя это благословение. И мы видим, что Слово Божие дает или возлагает на родителей ответственность за воспитание детей. Я хочу сразу подчеркнуть, ни бабушки, ни дяди, ни тети, ни воскресная школа, ни общество, ни президент, ни совет министров, ни еще какие-то органы, ни детский садик, ни школа не ответственны за воспитание детей. Родители. На родителях лежит ответственность. А уже родители, имея институты, вот эти все, значит, рычаги, где их ребенок находится, да, то нужно правильно применять и бабушек привлекать, и дедушек, да, где-то и школу, и еще что-то. Это мы немножко там попозже поговорим об этом. Но я хотел бы отметить, что ответственность на родителях. И смотрите, приведу такие отрицательные, один отрицательный, один положительный пример. Это книга Судей. Мы все прекрасно помним про священника Илью. И о нем была такая характеристика, о его детях сначала, о его детях. Слово Божие говорит такие слова. Вторая глава. Ну, прочитаем. Так, это я Судей, да, открыл. Вместо Царства Судей открыл. Прочитаем. Ну, с 12 стиха. Сыновья же Илья были люди негодные, они не знали Господа. И дальше. И долга священников в отношении к народу. То есть, смотрите, вот такие были сыновья у Илья. И однажды пришел пророк, пророк, и сказал. С 27 стиха. И пришел человек Божий к Илью и сказал ему. Так, говорит Господь. Не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона. И дальше он перечисляет. Что о том благословении, которое он возложил на дом его отца, на Илью. И 29 стих. Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих? То есть, другими словами, Илья не заботился о том, чтобы воспитывать своих сыновей. И они выросли и стали, так скажем, негодными, как Слово Божие говорит, негодными для Бога. И мы все прекрасно знаем, что последовало. Эти два сына умерли или погиб. И то служение, славное служение Богу, ковчег завета, та жемчужина, которая была у Израиля, он перешел к врагам. То есть, без слави, Ихавод, как одна свекровка сказала, родился сын, и она сказала, Ихавод. То есть, отошла слава Божия. Поэтому мы видим бесславие, если отцы, если родители не воспитывают своих детей. И напротив, смотрите, позиция Моисея. Исход, 10 глава, с 9 стиха. Когда Моисей приходил к фараону, чтобы совершить служение, и вот он говорит, фараон спрашивает, кто же и кто пойдет? И 9 стих. И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, с сыновьями нашими, и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с валами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу. Фараон сказал им, пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Другими словами, дьявол может сегодня говорить так. Ну, служите Богу. Или, например, какие-то законодательные акты, или люди этого мира. Да? Служите Богу. Ну, а детям-то что вы голову морочите? Ну, это ваше личное дело. А дети-то тут при чем? Вы знаете, и так было в те времена, когда, значит, у нас в стране были гонения на верующих. Детей забирали, и их воспитывали там, государство воспитывало, да, якобы, в детских домах, приютах, школах, интернатах. То есть, детей забирали у родителей, чтобы они не воспитывали. Это задача дьявола, чтобы на твоем поколении закончилось. Закончилось служение Богу, друзья. Но Бог, мы видим, что Он говорит, чтобы мы могли передать. Мы могли передать. И с нас спросится, как мы передавали. Другое дело, если не приняли, это спросится с тех, которым передавали, а они не взяли. Но наша с вами задача, как родители, это передать то, что мы приняли. То, что мы приняли спасение от Бога. То, что мы приняли это благословение от Господа. Нам нужно, во-первых, его сохранить и его передать нашим детям. Поэтому очень большая ответственность на родителях. Если, может быть, кто-то еще не понимает серьезности этого вопроса, положения перед Богом, друзья, то Слово Божие однозначно за то, чтобы мы взяли эту ответственность. И, конечно, родители это не те, которые варят там, зарабатывают деньги, обстирывают своих детей, кормят, заботятся об их материальных каких-то аспектах жизни. Но родители также должны заботиться, имея в виду верующих родителей, и о духовных аспектах жизни. И, конечно, те родители, которые не берут на себя вот эту ответственность за духовное, мы видим, Слово Божие говорит, что они не исполняют воли Божьей. Но те, которые видят себя в роли воспитателей, может быть, не видят себя как специалисты в этом вопросе, но они готовы взять эту ответственность, то тогда вот для таких родителей, значит, идем дальше. Значит, первое, что бы хотелось отметить, Бог всегда на стороне родителей. Всегда Бог на стороне родителей. Друзья, вы должны понимать, если вы взяли ответственность перед Богом, который сказал, вы должны передать, а может, есть в этом мире противодействие со стороны школы, института общества какие-то, люди какие-то определенные, или, может, неверующие родственники, неверующие люди в этом мире, то вы должны понимать, что Бог вас поставил в семье и дал вам определенный авторитет. Авторитет. Авторитет родителя. И, может быть, кто-то понимает, что когда маленький ребенок, он папу увидел, улыбается, маму увидел, улыбается, чужая, там тетя, дядя зашли, он раз такой, не улыбается. Все, не свой. Друзья, и у него к вам отношение какое радостное, он принимает, говорит, а к ней или к нему у него уже настороженное. Попробуй ему там что-то. Знаете, приходят, например, люди в семью и говорят, твой какой хорошенький ребеночек, на тебе конфеточку. А он думает, кто это такой, во-первых, да, и что это он мне там подсовывает еще. То есть, понимаете, смотрите, реакция. Поэтому Бог на стороне родителей. И если мы родили, от Бога приняли детей, то Бог позаботится и о том, чтобы мы были авторитетными для своих детей, чтобы мы могли осуществить ту заповедь, исполнить ее, чтобы передать Слово Божие, передать эти наставления на учение Господнее, чтобы мы, и для этого Он нас поставил перед нашими детьми в особое положение. В особое положение. Ну, может быть, кто-то замечал, что дети, они копируют своих родителей, да? Говорят, ну, копия папа. Вот, например, там где-то ходят, там, ну, там, в воскресной школе, кто-то знает уже родителей, да, учителя. И говорят, ну, вообще, вылитый папа. Ну, там, характер, там, походка, повадки какие-то. То есть, знаете, копируют. А что такое копирование? Вспомните, место Слова Божие говорит, подражайте, как чадо возлюбленные. Почему подражайте, как чадо? Подражайте, как дети. Потому что дети, они сознательно еще делать ничего не могут. Они еще, у них там эти законы физики, там, еще чего-то, они не сформировались. И они не могут делать так, как взрослые. Взрослый делает осознанно. Ребенок, он может только подражать. Да, там, одеть, там, какую-нибудь, там, мамину, мамин халат. Да, у меня один сынок такой, вот, я принцесса. Все, надевает на себя, там, какую-то, там, эту, накидку. Вот, там, еще что-то, там, нагло. Я принцесса. И такой воображает, ходит. Какой ты принцесса? Ты принц, а не принцесса. Почему? Ну, он подражает. Он где-то увидел, заметил, ему хочется. Хочется. Он подражает. Поэтому, друзья, мы должны понимать, что если мы приняли на себя ответственность перед Богом в воспитании детей, то Бог нас перед детьми поставил в особое положение. В особое. Другими словами, детям очень легко, так скажем, или дети очень легко воспринимают то, чему мы их учим, что мы им вкладываем. Ну, и Слово Божие, Слово Божие также подтверждает, да, помните заповедь с обетованием? Дети, да, ну, или почитает Са и Мать в Ветхом Завете, да, вот, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Смотрите, там, значит, заповедей в этом, в законе в десяти слове, как его называют, да, ледиколог там по-разному, в десяти заповедях подобной нету. Будет тебе благо, и будешь долголетен. И зависит от чего? Не от Бога, да. Не сказал Бог, меня почитай, и будет тебе благо, и будешь долголетен. Относительно Бога там первые четыре заповеди. Но после этого идет, почитай родителей своих, и тогда будет тебе благо. То есть, другими словами, Бог с родителями поделился властью. Он поделился властью, и родители для детей, они как верховная власть. Бог поделился этой властью в духовном мире и в материальном тоже. И поэтому почтение родителей, оно дает благословение. Есть заинтересовка, да, в детей. Вот, есть заинтересовка, материальная и моральная заинтересованность в почтении своих родителей. Поэтому Бог дал нам с вами авторитет. Второй момент, второй момент, это, я вот так его обозначил, преимущество первой информации. Дети живут в семьях. Живут в семьях. В семье папа и мама имеют авторитет от Бога. От Бога. Я хочу очень такое еще отметить в этом плане. Вы не потеряйте свой авторитет. Он дан вам бесплатно. Вы его не зарабатывали никакими. Ну, может быть, и есть что-то, вложили там, ну, мамы рожали, да, пострадали там, вот. Значит, в беременности тяжело было, там, тяжеловато, пострадали там еще при родах, вот. И как бы, ну, как награда, да, за этот труд, вот. Ну, и вроде как, и авторитет-то заслуженный. Но я вам так скажу, этот авторитет Бог дал даром. Но мы должны не потерять его. И вот на, значит, на взаимоотношениях любви, если они у нас всегда будут, взаимоотношения как друзей, да, дети как наши друзья будут, мы их будем любить, то этот авторитет, он никогда, никогда, значит, не будет потерян. И вы знаете, есть такой период жизни ребятишек, когда, может быть, учителя там подскажут, в какой период времени, когда у них авторитетом, ну, может быть, уже лет в семь, в восемь они в школу пошли, авторитетом может быть учительница, да, она их учит. И как бы знания дает, еще спрашивает за это, и оценки ставит, да. Или авторитет, там, Васька, который самый, там, боксер, там, сильный во дворе, да. То есть, о, уже как бы для него. То есть, понимаете, но если наши взаимоотношения с детьми будут, по слову Божьему, друзья, если мы будем с любовью и воспитанием, научением и наставлением Господним, то этот авторитет, он никогда от родителей не отойдет. И никакой там Васька, и никакая учительница, они не смогут, так скажем, ну, противостоять Божьему авторитету, который Бог дал родителю, значит, перед ребенком. И вот это преимущество первой информации. То есть, имея авторитет, имея авторитет, и еще будучи самым близким к своему ребенку, родитель, да, то он дает ему информацию. И, другими словами, ребенок заглядывает вам в рот. Вот вы ему скажете, да, например, научите, да, на гуся покажете, скажете, это хрюша. И он так и воспримет. Вы так и научите его, да. На елку скажете, там, цветочек или еще что-то. Друзья, однозначно он будет так говорить. Как вы его научите? Потому что его этому учить никто не будет. Там, в садике, он, может быть, действительно столкнется с противоречиями, и он тогда будет, слышь, что? Так это цветочек. Говорит, да нет, ты елка, ты что? Ну, подожди, мне мама сказала, что это цветочек. Тогда будут проблемы. Но он воспримет от вас информацию без искажения. Как вы ему скажете, так и будет. И вот это преимущество первой информации заключается в том, что что вы заложили первыми. Вот с этих позиций ребенок будет рассуждать. И вот в этом отношении очень важно для родителей всегда идти, как говорят, в ногу со временем. Вовремя предупредить, вовремя наставить, вовремя подсказать. Чтобы ребенок, встречаясь, может быть, в мире, в детском садике, в школе, еще где-то с какими-то ситуациями, он уже имел это, или отеческое, или родительское наставление, которое будет его оберегать. Ну, мы сегодня говорим о каких наставлениях, да? По слову Божьему. Которое будет сохранять, соблюдать и оберегать. Поэтому очень важно родителям, имея вот такое преимущество, заниматься с детьми. Не просто так, что, знаете, ребенок уже сделал что-то другое, да? Что-то взял за основу другое. Другое, ну, там, в поведении, там, значит, может, там, во внешнем виде или еще в чем-то. А вы уже своим авторитетом дайте. Нельзя, так не будет, я сказал. Все. Друзья, ну, это не работает. Если там посеяли вперед, оно уже взошло, тут уже рубить не получится. Рубить не получится. А нужно быть первыми. А нужно быть первыми и вкладывать то доброе, то, что Бог дает нам в своем слове, те, то учения, те заповеди. И Слово Божие говорит, притча, 22 глава, 6 стих. Наставь юношу при начале пути, и он не уклонится, когда и состарит. Да? Когда он старенький ставит, он не уклонится. Почему? А потому что юношу наставили когда? При начале пути. А при начале пути юноша он кто? Ребенок. Да? То не юноше надо наставлять, а юношу нужно наставлять при начале пути. Когда он еще мальчик, когда он еще ребенок. Да? Вот тогда нужно наставлять. Это, то есть, вовремя все делать. Вот. И поэтому, вот имея таких два пункта, друзья, что авторитет родителей и преимущество вот этой первой информации, которую мы вкладываем в своих детей, нам дано это право, дети живут в наших семьях, оно дает нам, оно дает нам, ну, так скажем, большое преимущество перед остальными источниками информации и теми, кто воздействует на наших детей. Но здесь очень важно, очень важно. И вот есть такой, как бы, принцип обучения детей. Мы сегодня говорим о том, что, о воспитании детей. Вы знаете, с чего начинается воспитание детей? С воспитания родителей. С воспитания родителей. Так вот, самый, опять же скажу, мощный инструмент воспитания детей, это личный пример. Как я вам уже процитировал место, подражайте, как чадо возлюбленные. Да? Это, по-моему, у Петра, в Первом Петра. Вот. То есть, смотрите, дети, они будут вам подражать. Если вы делаете не по Слову Божьему, они будут вам подражать. Они еще Слово Божие не понимают. Они его не могут проанализировать так, как делает это взрослый человек. Он пойдет, посоветуется к одному, к другому, к энциклопедию откроет, да? Там в Википедию зайдет, там в интернете, еще что-то, и будет анализировать. Ребенок еще анализировать в том возрасте, в котором мы желаем вложить вот это преимущество первой информации. Это обычно, как говорят, там до пяти лет, да? Вот. То личный пример. Очень хорошее средство воспитания. И поэтому есть такие родители, которые идут с сигаретой в зубах и говорят ребенку, да, что курить нельзя. Ну, нельзя, нельзя, а папа курит, да? Вот. Поэтому попробуем его потом. Отучи от этого. Поэтому смотрите, друзья, значит, личный пример. Личный пример – это наша с вами жизнь, наше с вами хождение. И, может быть, не надо очень много приводить мест там, священных писаний, там, или там, ну, иди сюда, смотри, как здесь написано, ребенка, да, там, говорит. Вот поэтому я хочу, чтобы ты был такой хороший и послушный, и делал по Слову Божьему, и Бог тебя благословит. Друзья, это все слова. Это все слова. И ребенок трудно, как бы, ну, чисто аудиоинформацию. Сколько она там занимает процентов? Десять, наверное, да? Десять, да? Десять процентов. Когда он не видит, когда он сам что-то не пытается сделать, да? Не задействованы остальные органы восприятия. Друзья, десять процентов. Да еще он еще вот такой вот стоит перед вами, потому что вы его отчитываете. Недавно там у учителей была шкала. Я уже забыл, как называется, да? Восприимчивости, да? Что эмоциональная шкала, когда человек становится восприимчивый какой-то информацией, к воздействию на него, да? То, конечно, когда его ругают или там, значит, он в депрессии или еще там в каких-то состояниях, ему очень трудно воспринимать что-то. Очень трудно, да? Поэтому, друзья, мы должны просто жить. Мы должны жить христианской жизнью. Это самое лучшее воспитание. И я вот поставил на первое место вот этот метод воспитания. Это личный пример. И если дети видят, что родители молятся, да? Родители читают Слово Божие. Родители посещают служение. Родители трудятся на Неве Божьей. Им, вы знаете, когда они потом увидят, о, люди читают Библию, для них это будет как подтверждение очередное той основы, которая у них уже заложена в семье. Когда они с этим будут сталкиваться в церкви, они не будут с такими глазами смотреть на это все, какую-то диковинку. Они это все в семье уже приняли. Им очень просто влиться в церковь. Им очень просто как бы понимать все это, потому что это заложено там в семье. Это не закладывается здесь. Это должно быть заложено родителями. И поэтому те, которые думают, что в воскресной школе им все расскажут, им все там научат молиться, там, я не знаю, читать Библию, там, рассуждать по Слову Божьему, заповеди какие-то выучат, золотые стихи. И, друзья, один час в неделю, это очень мало по сравнению, сколько там, 7 на 24, да? 148 часов, вот. Или 168, да? 168, да? И, пожалуйста, вам 2 или час. Разница, да? Какая? Поэтому это все должно делаться дома. Должно делаться дома. Второй момент. Воспитание детей. Ну, сейчас все за ручки схватили. Сейчас брат Олег что-то там скажет такое, что я такую схему как применю. Они у меня будут послушные, шелковые, воспитанные, да? Второй аспект, не менее сложнее, чем первый, не менее. Это молитва, да? То есть, опять, да? Хотелось бы чего-нибудь такого конкретного, а тут молитва. Друзья, я вам скажу, с детьми мы не можем быть 24 часа в сутки рядом. 8 часов они спят, когда мы спим тоже, да? Ну, кто-то мамочки, кто маленькие ребятишки, они могут еще там среди ночи посмотреть, там укрыть одеялами, накрыть, там все. Вот. 8 часов они спят, 6 часов они в школе. Остается немножко, да? Остается немножко, когда они дома. Ну, если исключить еще там куда-то, если они занимаются где-то, вот. Где-то погулять надо тоже. Плюс покушать надо. Вот. Поэтому мы видим, что тоже немного-то времени остается, но остается и достаточно для того, чтобы заниматься с детьми. И, конечно, мы не сможем, мы не сможем все время быть с нашими детьми, там, в школе сидеть, да? Потом за ручку их везти домой, дома опять с ними быть. Мы не сможем. Поэтому, когда мы не можем, тогда может Бог. Бог, Он пребывает везде, и Бог все может. Слава Господу. И поэтому мы должны доверять наших детей не только сами воспитывать, но и мы должны советоваться с Богом. В совете с Богом это Его учение, это Его заповеди. И, друзья, это Его души, это Его дети. И Он дал их нам, чтобы мы могли, ну, как бы сказать, порадоваться, что у нас тоже есть дети. Да? То есть дети приносят радость. Хотя и хлопоты, но все равно это радостно. Поэтому очень важно молиться. Очень важно молиться, посвящать своих детей, молиться за детей. И там, где действительно, может быть, слово Папы уже ничего не может сделать. Может быть, где-то время упущено, друзья. Мы видим, что что-то происходит, какая-то борьба. Может быть, ребенок не сразу там открывается и что-то может вынести. Но мы-то замечаем это, друзья. У нас есть средство молитва. Это второе средство воспитания в христианской семье. Это молитва за детей. Молитва за детей. Поэтому, да благословит Господь, чтобы мы могли. Первый, личный пример. Второе молитва. Это основные, так скажем, методы воспитания. Ну и уже третий пункт. Это время с детьми. Я так его обозначил. Это время, которое мы должны проводить с детьми. Мы, значит, возьмем родители. Немножечко теперь их жизнь опишем. Мама, папа, да? Где-то надо на работу сходить. Где-то надо друг с другом пообщаться. Недавно у нас были беседы, значит, и мужьям, и женам. То есть, и друг с другом надо побыть. Значит, если... Мы там говорили даже, по-моему, женам. Такая информация была, что если жена все время отдает детям, а мужу она как бы забывает, что самое главное дитё у неё, да, есть, вот, она про него забывает, то там будет разлад. Там будет разлад в семье. Если... Потому что на первом месте у жены взаимоотношения, ну, скажем, с Богом, да, потом с мужем всё хорошо должно быть, и потом уже дети. Потом уже дети. Поэтому, конечно, значит, папа с мамой, там папа добывает добычу, значит, мама с папой тоже должны общаться, ну, ещё и общение с детьми. И вот мы давайте вот это время рассмотрим, что мы должны уделять и мамы, и папы, значит, как бы ни была трудна наша жизнь, может быть, экономически, психологически, там, ещё что-то на нас воздействует, но время с детьми мы должны уделять. Конечно, сейчас вы будете, или любой человек может сказать, значит, что, у меня вот в понедельник то, во вторник то, в среду это, в четверг, в пятницу, ну, не могу, ну, что, ночью только, что ли? Ну, ночью им спать надо, потому что утром рано вести в садик. Друзья, конечно, это у каждого свой график, у каждого свой распорядок жизни, у каждого там свои какие-то заботы, проблемы, но я вам просто скажу, что даже, когда вы сидите за столом, когда вы идёте с ними в садик в тот же, да, вот, когда вы, может быть, гуляете с ними, это тоже надо делать с детьми, вот, если кто-то не знал, с детьми надо гулять, делать уроки, все меня понимают, да, вот, то есть, мамы, ну, и папы, может быть, они ещё продолжают учёбу, для них учёба ещё не закончилась, вот, школьные скамья там, они постоянно освежают свои знания в математике, там, в русском языке совершенствуются, там, уже по 2100 даже, может, могут работать в программе, по новейшей, поэтому это всё продолжается, продолжается, и поэтому мы с вами должны не какое-то особое время, и это надо выделять, и это надо выделять, да, погулять с ними, там, в зоопарк сходить, там, на детскую площадку, или ещё что-то, в песочницу, там, с ними, да, сходить, там, вынести, там, эти игрушки, там, или водички, ещё что-то, вот, друзья, погулять, для них времяпрепровождение с родителями – это очень счастливое время, это очень счастливо, я вот по своим детям, знаете, ну, нечасто бывает, нечасто, вот, хотелось бы чаще, но нечасто бывает, обыкновенный выезд какой-то на природу, на берег реки, покидать воду, камушки, порвать травку, побегать босиком, друзья, для них это счастье, вот, буквально, пускай это будет 2-3 часа, там, да, выходной день, 4 часа, ну, если вы ещё, там, сосисок с собой наберёте, костёр разожгёте, ну, это будет, тогда, полное, там, не знаю, фиеста, да, вот, всё, это будет для них, это, как блаженство, да, высшая форма счастья, поэтому дети это очень надолго запоминают, им очень это нравится, и вот это взаимно скрепляющие связи, то время, которое вы вкладываете в своих детей, оно потом, так скажем, принесёт эти дивиденды, и, как я уже сказал, есть специально отведённое время, да, а есть не специально, а как рабочее, да, это, например, ну, идём в садик, там, поехали в больницу вместе, да, уже никуда не денешься, одного не отправишь, маленького, вот, и я помню, когда мы ездили тоже в больницу, сидишь в автобусе, на коленке посадил, и начинаешь рассказывать, вот, смотри, это вот это, это вот это, это вот это, то есть даже то, что ты называешь какие-то предметы, там, ещё что-то какое-то, может, знаете, бывает, Бог ещё какую-нибудь, там, историю интересную даст на разум, или ещё что-то, вот, а когда из автобуса вышли, да, там уже и библейское можно вкладывать, да, идя с ним, вот, какую-то информацию, мы должны быть открытыми, и в это время, чтобы наставлять своих детей, чтобы не быть голословным, я зачитаю место из Второзакония, шестая глава, шестой, седьмой стих, Второзакония, шестая глава, шестой, седьмой стих, там Бог говорит такие слова, «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоём, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоём, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Ну и дальше написано, «Навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязку над глазами твоими, напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Да, то есть, смотрите, то, значит, дети смотрят, ну, вот, папа, а что это такое? А это вот это, и говорит, да. И Бог говорил народу израильскому, чтобы они там, значит, 12 камней из Ордана поставили памятник, там сделали памятник, там, и он говорит такие слова, что, когда вас спросят дети ваши или там потомки, поколения, как я уже сказал, есть специально отведённое время, есть не специальное. Но для Слова Божьего молитвы нужно специально отведённое время. Специально отведённое время. То есть, нужно выделять и в плане личного общения с Богом, и в плане воспитания детей. Конечно, не надо сажать их за парты, давать им ручки, карандаши там. Вот сейчас мы будем записывать золотой стих, там, ещё что-то. Но если кто-то такой, как бы, сможет заинтересовать, чтобы дети сидели, конечно, как бы, ну, методов много. Но я просто хочу сказать, что для этого нужно выделять время. Либо проводить служение домашнее. Я своей жене давно уже говорил, что когда я в поездках или ещё, я говорю, ты не оставляй этого. Она говорит, знаешь, ну, я не могу, ну, у меня то, другое, у меня этот грудничок, мне туда надо, мне сюда надо, то, другое, я просто не могу. Я просто, ну, и я видел, что это, конечно, ну, упущение. Но что я могу сделать, да? Что я могу сделать? Я могу только молиться. Меня дома нет, у жены нет времени, там, всё, она вот в таком состоянии. Я могу только молиться, да? И вот однажды, приезжая, она говорит, а мы провели служение. Думаю, ну, слава Богу, наконец-то, лёд тронулся, да? Говорит, мы прочитали целую главу. Думаю, ничего себе, я с ними такого, как бы, себе позволить не мог. Целую главу. Значит, я мог одну какую-нибудь историю, там эпизод из главы какой-то, да? Ну, вот она целую главу, а потом дошло до трёх глав, и она просто вот читала Библию, и они какие-то что-то спрашивали, моменты. И что самое интересное, что даже и маленькие сидели, им как бы не отвлекались, и, значит, могли просто слушать, да? Вот, а, значит, дети задавали вопросы, и все активно участвовали. Вот, поэтому нужно специальное время. Конечно, не просто, ну, у всех по-разному может быть. Кто-то просто помолится с детьми, да? Вот, или где-то беседа. Или ты идёшь с ним, и там говоришь, вон, птичка, да, вот её Бог создал, она летает. А вообще Бог не только птичек создал, и того, и другого, и третьего, и вот, и раз, и ко Христу подвёл, да? То есть это нужно смотреть по возрасту, там, по ситуации, как Бог даёт. Но очень важно, чтобы мы могли не просто отводить садик, молча идём, молча, да? Или в магазин молча пришли, вышли из магазина и тоже молчим. А чтобы мы имели вот это общение, в этом общении могли передавать, давать что-то ценное, ценные советы, которые пригодятся нашим детям. И мы понимаем, мы как христиане, мы сталкиваемся с различными проблемами, трудностями, и мы научились их решать с Богом. И чтобы мы и их научили все проблемы решать с Богом. Поэтому, конечно, здесь очень по-разному можно, значит, это время выделить для Слова Божьего, молитвы, но это необходимо. И, конечно, здесь очень важно постоянство. Чтобы это было не раз в неделю, не раз в месяц, а чтобы было постоянство. Конечно, ну, в многодетных семьях и там ещё, может быть, разное там время, суток ещё там, то папа, папы нету, мама занята, то ещё что-то. Но я просто хочу сказать, чтобы усматривалось вот это время, и чтобы вот это постоянство было. Постоянство было. Когда есть регулярность, постоянство, то это очень большой, так скажем, даёт эффект. Очень большой эффект. Кто-нибудь из вас пробовал стихотворение с первого раза выучить? Трудно, да? А вот с третьего, четвёртого, пятого уже можно. Вот у меня одна подошла, значит, дочь, там, три-четыре раза прочитала, раз уже рассказала. То есть, всё равно три-четыре раза надо. Поэтому и здесь, если есть регулярность, периодичность, постоянство, то оно даёт свой эффект. И я ещё хотел, так, очень бегло, таких два пункта. Два пункта. Первый – это, я так назвал, знать своих детей. Знать своих детей, их интересы, чем они живут, чем они дышат, что они получили в школе, какой был трудный урок, значит, кто дёргал её за косичку, да, кто её облил чаем. То есть, мы всё внимательно смотрим. О, я недавно говорю, Света, а что такое, ну, на блузке, там, пятнышке. А это то-то-то, там, чаем облил. Я начал рассказывать, и много интересного там рассказала, да, познавательного. Я уже в курсе, как будто сам побывал там. Вот. Поэтому мы должны знать своих детей, спрашивать, что они получили, да, какая там учительница. Вот сегодня подходит ко мне Петя, и говорит, папа, значит, в следующую неделю мы едем в театр, сто рублей надо. Я говорю, Петя, давай так договоримся. Во-первых, что это за театр, я не знаю. Что там будут показывать, я тоже не знаю. А я ещё буду за это деньги платить. А я, там, может быть, ещё что-то такое, чего бы я и не хотел, чтобы тебе показывали ещё, да. Я говорю, надо выяснить, что это за театр, хотя бы название, о чём там речь, да, чтобы я уже мог там, ну, значит, и дать деньги, или ещё что-то. Надо интересоваться. Потому что вот это наше безразличие, как утренники проходят, это тоже отдельная тема. Это тоже надо интересоваться, надо ходить на утренники, чтобы смотреть, что там дети делают, и чему их там учат, и какие песенки, и всё на свете. Друзья, поэтому, если это тоже воспитание, это время, которое они проводят там, но о чём вы не знаете. это, так скажем, как говорят, белое пятно, да, вот, то есть это неизведанное для нас родителей, когда там что-то делается в садике, вот, с 8 утра до 6 вечера. Что там делать, неизвестно. Если мы не знаем, что там делается, у детей не спрашиваем, да, не беседуем с воспитателями, это минус. То же самое про школу, да, то же самое про школу. Разговаривали с учителями, они говорят, да, ваши девочки не такие, и за ними все смотрят, и они говорят, а они же верующие, почему они так делают? Ну, допекут их совсем уже, да, а потом такие, они же верующие, почему так делают? Вот, поэтому, и нужно и здесь, как бы, объяснить своим детям, на каком они положении, да, чтобы они могли, действительно, в Боге черпать силу, вместе с ними молиться, беседовать, разбирать, начинаешь с ней говорить, раз, смотришь, заплакала, что случилось? А вот так, и так, и так, и так, ну, думаешь, ну, я бы точно врезал бы, тут же бы, сразу бы, да, и уже такое побуждение сказать, да, ты ему тоже поддай, да, там, или ей, вот, и иногда, вот, если, заметьте, не в том состоянии, родитель, то именно такая реакция следует на то, когда моего ребенка обидели, ущемили в чем-то, да, здесь тоже нужно бодрствовать, вот, я говорю, Света, ну, даже если, даже если, там, ну, как-то, как-то разбираться вот таким способом, то тебе надо, прежде всего, сказать, друзья, ну, я образно просто объяснил, друзья, ну, понятно, что вы меня допекаете, там, ну, я сколько могу терплю, там, вас вмещаю, но я же тоже несовершенный человек, я же тоже могу сорваться, поэтому вы это тоже учитывайте, да, в отношениях со мной, вот, ну, то есть, ну, по-разному, по-разному, конечно, ребенку трудно, да, вот, они два раза, три раза, четыре раза ей поддали, она стояла, 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 все, как, даст тоже, все, вот, то есть, дети по-разному тоже, они еще, может, несовершенные, решают вопросы тоже, вот, им тоже надо как-то выживать в коллективе, да, тем более, когда весь коллектив против, вот, здесь очень важно знать наших детей, знать их особенности, знать, значит, где они, с кем они, что они читают, что они слушают, друзья, что они смотрят, что они смотрят, если дети, ну, это уже, наверное, Саша, уже будет его тема, всякие медиа, там, аудио, видео, друзья, если это все бесконтрольно, все, так дело не пойдет, должна быть цензура родительская, однозначно, вот, и Слово Божие говорит, Слово Божие говорит, худые сообщества разращают добрые нравы, 1 Коринфянам, 15 глава, 33 стих, и вот я, как бы, вот этот стих здесь поставил, значит, знать своих детей, почему, что если они в худых сообществах, вот то, что доброе мы в них насели, оно может развратиться, очень просто, это и там, интернет, и телевидение, и неверующие друзья, подружки, там всякие, начинаются уже там краски, помады, там уже в классе все мальчики, по-моему, два только, может даже и девочки, два не курят только уже, в шестом классе два не курят, два, остальные все курят, вот, поэтому, друзья, вот такая сейчас школа, хотя я вам скажу, что школу еще более-менее, школу еще более-менее, то есть, народу мало, учителя, так скажем, более-менее контролируют, они примерно знают, кто с кем живет в одном подъезде, там, ну, так скажем, в этом микрорайоне, там всего по одному классу, один первый, один второй, один третий, один четвертый, и так, и один одиннадцатый, то есть, вот такая школа, а есть школы, где по нескольку классов, по нескольку, да, и там вообще охватить невозможно, и там, ой, 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 что творится, поэтому мы должны знать, где наши дети, знать, значит, с кем они, вот, и второй, второй момент, это мы должны занимать наших детей, занимать, занимать чем? Друзья, если ребенок просто учится в школе, и больше он ничего не делает, вот этот пробел, он обязательно будет занят чем-то, если вы его не займете полезным, добрым, да, там, курсы кройки и шитья, музыкальная школа, там, я не знаю, там, художественная школа какая-то, да, там, еще что-то, какие-то там, может, спортивные занятия, или еще что-то, если вы это не займете, его займет этот мир, его обязательно займет, что-то такое уличное, нецензурное, да, развращенное, там, с телефонов, это, с видео какого-то, там, с разговоров, там, в подворотне, или еще, обязательно все это займет, мы должны занять, вот, после школьное время, еще там, уроки сделали, обязательно надо куда-то, куда-то и ребенка определять, чтобы он развивался в хорошем и добром, если он не будет развиваться, тем более, эти навыки, они пригодятся, да, вот, например, взять, значит, хор, да, музыкальные группы, пожалуйста, значит, музыкальные школы открыты, вот, можно отдавать детей, пускай они учатся там, кто на чем, да, на балалайке, гитаре, вот, за 7 лет они так освоят, как мы с вами, может, кто-то не учился, а просто так, бринкали, мы так еще и не умеем, они будут лучше нас еще это делать, поэтому надо занимать, и второй момент, я почему это говорю, потому что, знаете, причина, причина развращения садамлян, я узнал об этом, ну, буквально несколько лет назад, перечитывая очередной раз Библию, случайно мой взор упал на пророка Иезекииля, в чем был грех садамлян, в чем он был, сейчас мы прочитаем, Иезекииль, 16 глава, 49 стих, 16 глава, 49 стих, Бог обращается, говорит такие слова, вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей, и дочерей ее, первое, в гордости, пресыщении, и праздности, гордость, пресыщение, праздность, и дальше, и она руки бедного и нищего не поддерживала, то есть вот такие, вот такое состояние было у садамлян, и вот одно из этих качеств, характеристик, это праздность, и мы все с вами прекрасно знаем, если человека ничем не занять, вообще, он будет развращаться, это любые цивилизации, которые доходили до расцвета, за счет других людей, завоевывали остальных людей, набирали на них богатство, за счет этого центр жил всегда, очень хорошо, и вот они насыщались, насыщались, уже не могли, уже дворец построили, уже унитаз золотой там, да, вода там, я не знаю, там какая там, не знаю, вот очищенная, да, питьевую такую не пьют даже, вот, и он уже не знает, что ему делать дальше, и обязательно дьявол делает так, что человек развращается, да, человек развращается, поэтому, если мы не займем детей, то они могут развратиться, но это не, как бы сказать, ну, как закон, это как закон, примите, что нужно, и конечно, ну, не у всех способностей, еще что-то, ну, тогда, друзья, по дому обязательно должны помогать, мусор, выносить, полы, мыть, с малышами, водиться, это однозначно, это их доля, это их доля, нужно распределять нагрузку мамам, и учить, учить, прививать, воспитывать, забота о младшем, забота о младшем, в меру, насколько они могут, да, понятно, нельзя нагружать, если видим, где-то дать послабление, где-то поощрение, да, вот, у меня одна дочь, одна дочь, вот, она как Золушка, она как Золушка, ну, я так в шуточку назвал Золушка, ей скажешь, если остальные, ага, и там и что, и там начинают, да, а она такая, раз сделает, раз сделает, мы отметили, не такое качество, раз ей поощрение, там, заколку красивую, там, резинку красивую, там, то, другое, ага, телефон у нее треснул, да, она там, у нас получилось, там, такой оборот телефонов, один раздолбили, там, другой там треснул, перешел к тому хозяину, она с этим раздолбленным осталась, вот, думаю, ну, надо поощрить, да, ну, поменяли этот, да, новенький купили, все, радостный человек, вот, попробуй, теперь она, там, не вынеси мусор, там, еще что-то не сделает, да, я не говорю в это, как бы, в повелительной какой-то, в жесткой, да, а ее сердце расположено, да, ему приятно, то есть, он видит, что есть отдача от этого, да, есть отдача, вот, конечно, ну, понятно, что не зарплату платить, там, знаете, еще что-то, а поощрять, вот так вот, да, поощрять, это очень хорошо, поэтому, да, мы могли вот так формировать, правильно, чтобы они трудились, да, были тружениками, могли трудиться своими руками, не почитали это за какой-то, знаете, там, пройдет потом, а я, а я вообще левит, да, я, что я буду на посещение у бабушки полы мыть, да, я левит, я сейчас буду песни петь, там, все, про Бога, там, вот, а обыкновенное что-то сделать не может человек, поэтому, конечно, мы должны учить наших детей, и блины стряпать, яичницы жарить, там, каши варить, вот, доверять им, пускай там плита будет вся устряпанная, вот, и где-то придется самому даже убирать, друзья, но надо их прививать, навыки, потому что, вот так вот приучишь, и уже, смотришь, они утром встали, они уже себе завтрак приготовили, уже все поели, да, ну, посуду поскидали, убежали, ладно, не беда, вот, в следующий раз там привлечем, вот, но они уже, как бы, уже такие, более самостоятельные, вот, чтобы они в этом возрастали, ну, хотелось бы помолиться, помолиться, чтобы Бог благословил, чтобы мы могли эту ответственность взять, знать, что нам дано в Боге, что нам дано в Боге, и владеть, владеть информацией о наших детях, не стесняться этого, куда поедут дети, в какой там этот, я не знаю, там, спектакль, там, или еще что-то, какое у них там мероприятие, друзья, вы спросите, вас никто по голове не даст, вам все объяснят, вам все скажут, там программа, там все расписано, все, если вы усматриваете, что скажите, я не хочу, чтобы мой ребенок, вот в этом, в этом, в этом, вот, поэтому, да благословит Господь, чтобы мы, действительно, не потом, когда, знаете, скажут, нет, мой ребенок не поедет, ни в какие театры не будет ездить, ни в какие мероприятия не будет участвовать, не еще что-то, все, друзья, сразу скажут, сектант, все, это сектант, это отделенный, у него все в черном, он, это для него грех, туда не ходи, туда не наступай, а мы должны здраво исследовать, что там такое, а если мы видим, там что-то не то идет, ну, сказали бы, друзья, я бы не хотел бы этого, потому что, такого в садиках, ничего обязательного нет, даже в школах, даже в школах, есть такие предметы, которые необязательны, их необязательно посещать, поэтому, чтобы вы имели мудрость, и как бы, как родители могли, ну, формировать, как у нас сегодня тема, да, формировать личность нашего ребенка в учении и наставлении Господней. В первом послании Фессалоникийцам, вторая глава, 13 и 14 стих, говорят такие слова. Апостол Павел, свидетельствую об этих людях, сказал хорошее такое качество, может даже только 13-й. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каковое оно и есть по истине, которое и действует в вас, верующих». Потому что очень важно, друзья, что мы здесь слышим, нам не просто принимать как Слово человеческое, но как Слово Божие, которое будет действовать и приносить свой плод. Я немного только скажу, затрону ваше внимание на основных таких аспектах и кое-что хотелось мне добавить от того, что сказал брат Олег. У нас есть такая проблема в воскресной школе, что, и эта проблема очень такая насущная, дети не умеют молиться. И порой это дети, которые уже не один год в воскресной школе, и это не самые маленькие дети, это уже порой взрослые дети, не умеют молиться. И возникает вопрос, почему? Может быть, одна из причин, что родители с детьми дома не молятся. Вторая, может быть, еще хуже, что родители вообще дома не молятся. И третья, может быть, что родители молятся. Но где-то там отдельно от детей, да, с детьми, может быть, только так очень формально, вот, за пищу, может быть, да, очень так формальная молитва. И дети не учатся молиться. Они такими приходят в воскресную школу, а учители все это видят. И понимают, что должная работа с детьми дома не проводится в плане молитвы. Вот знаете, я был в одной христианской семье, и мне очень там понравилась молитва с детьми. Я даже вам могу предложить это, как попробовать даже у себя дома. Когда все стояли дети, и папа говорит, чья сегодня очередь проповедовать? Он говорит, вот его очередь. Встает там маленький такой ребеночек, читать только научился там, стих еле-еле прочитал из Библии, все, призывает к молитве. И они все по очереди молятся. Он помолился, значит, потом другой берет молитву, третий берет молитву, и все молятся, и все учатся молитве. Я хочу сказать, это хороший пример. И семья очень хорошая, и мне она понравилась. Я был в другом городе, вот, и, конечно, меня это тронуло, мне это понравилось, потому учите детей молиться, учите их брать молитву, чтобы они и брать молитву могли, и в воскресной школе, чтобы они учились проповедовать, чтобы они тоже дома могли прочитать Слово Божие, чем-то поделиться из него. То есть это нужно употреблять, и, как уже брат Олег сказал, проводить такое домашнее служение, в нем участвовать. Я попросил бы вас, как родители, быть очень осторожными по отношению к школьным поездкам, к школьным вечеринкам и праздникам. Брат Олег уже заметил, что нужно вникать, что-то проходит в садиках, какие-то мероприятия, утренники и так далее. Тем более в школе. Тем более. Мы порой детям разрешаем, зная, что за поездка, цель ее, что там будет, какой там учитель с ними едет, а некоторые поездки мы им не разрешаем вообще ехать. В каких-то вечеринках или заключительных мероприятиях года каких-то мы разрешаем участвовать, зная, кто там и что там, зная программу. Или говорим, так, будь на официальной части, после официальной части ты должен вернуться домой. Потому что неофициальная – это прообраз Содома и Гаморы. Вот. Потому вникайте и не будьте здесь очень такими расслабленными, очень, знаете, не, так скажем, наивными такими, да, знаете, и бодрствуйте. Потому что потом мы думаем, откуда же у наших детей это все? Откуда? Я же их учу полезному. Вот брат Олег правильно говорит, и я так же учу. Откуда у них все это? А потому что мы порой за ними их не контролируем, мы за ними не следим. Вот. И, естественно, мы это все можем пожать. Пожать. И, как уже тоже было сказано, я другую сторону тоже подмечу и скажу, что противовес, да, можно все запретить детям. И это тоже будет неправильно. Знаете, у нас как-то была одна семья, она потом уехала в другое место. Мама сказала, я везде буду с тобой. И вот она, значит, убрала вообще ее из школы, домой приглашала репетиторов. И она еще у них в музыкалке училась, в музыкалку у нас за ней ходила, после музыкалки она ждала и возвращалась с ней домой. На улице она без мамы не была. Она хотела такую супер-христианку вырастить. Прошло какое-то время, она чуть подросла, и этот ребенок сбежал из дома. Супер-христианский. И ее не было несколько дней. Потом она только вернулась. И мама очень задумалась. Я надеюсь, что она задумалась, правильно ли она занимается воспитанием. То есть вот такой способ воспитания тоже неправильный. От всего отрезать мы их не убережем. Потому что Христос говорил Отцу Небесному, что Он просит, чтобы не взять нас от мира, а что в мире? Сохранить. Вот чтобы они научились от нас перенимая, хранить себя в этом мире, противостоять этому миру. Это намного ценнее и важнее. Не всегда мы будем с детьми. Да благословит и поможет нам Господь. Продолжение следует...